Чтобы слушал всегда маму, папу, чтобы были у тебя хорошие друзья. Сказочные новогодние персонажи сегодня у Никиты в гостях. Они с подарками от деток из 15-й школы, а также с материальной помощью, которую собрали вместе с другими школьниками города в благотворительной акции. Никита и его родители благодарят сказочных гостей и всех, кто им помогал. Спасибо и вашему коллективу, и каждому из тех, которые дают помощь. Если бы все объединились, я думаю, что... Жить бы стало бы легче, да? Да, конечно. Поэтому и вам, и близким вашим, и нашим, и всем хочется пожелать счастья, мира, добра. Дед Мороз вручил Никите подарки, а Снегурочка, присев рядышком, еще долго расспрашивала мальчика о его мечтах и планах. Сказочная делегация поделилась с нашей съемочной группой, что дарить добро совсем просто. Каждый хочет сделать другому приятное, тем более в такой светлый, радостный праздник, как Новый год, когда каждый мечтает о том, что его желание исполнится, что все, что мы загадали, все станет явью. И нам было очень приятно прийти к Никите, к этому малышу, глаза которого были настолько полны радости и искренности. Кстати, дарить добро для учащихся из 15-й школы не впервой. Эти ребятишки – постоянные участники школьных, городских и республиканских акций «Милосердие». В нашей школе уже много раз проводились акции «Милосердие». Мы участвовали и помогали пожилым людям, дома престарелым, детям и просто нуждающимся. Наш класс часто участвует в таких делах. Мы приносим и вещи, и игрушки, и книги, и канцелярские принадлежности. Отметим, такой материальный подарок в городе получили 12 особенных малышей. Средства были собраны в ходе кампании «Дай пять за здоровье». Тогда школьники города вышли на улицу и предлагали прохожим купить за любую сумму бумажную ладошку.